Добрый день дорогие друзья, с вами Серафима Морозова и я хочу, наше канва представляет здорово с нами, хочу показать вам основные упражнения, которые я делаю для суставов ног в основном. Эти упражнения я взяла из классового комплекса синий кровь и немножечко для себя адаптировала. Самое главное, что я хочу сказать, когда вы занимаетесь этим упражнением, правильно дышите и не перегружайтесь, нужно делать несколько подходов по 10, если вы не можете делать, делайте сколько можете, например 5, но 3 раза и потом потихонечку вы будете увеличивать. И самое главное, нужно пить воду, по чуть-чуть, не стаканами, ротночками. С чего мы начинаем? Должен быть удобный, твердый, тяжелый стул, если этого нет, то вы можете держаться за какой-то поверхный стол, массажный стол, какое-то приспособление. Помещение должно быть немножечко размах, чтобы вы могли размахивать, находить ногой, например, сюда, да, и сюда, то есть получается, ну, больше двух метров, два с половиной должно быть расстояние. Музыка, если хотите, ритмичная, удобная или расслабляющая, как вам удобно. И начинаем. Сначала мы делаем упражнение по 10 раз, потом постепенно будем делать это вот на разметку, потом будет 3 раза по 10. Начинаем. Ставим стул, встаем, зафиксировали ноги и начинаем вот так вот. Спина чуть-чуть упала, провалились, зафиксировали, раздвинули грудную клетку и ногу вперед и назад. Вот так вот, да, 10. Нет, вот это будем делать 20 раз. Вот так вот. Так, меняем ногу. Музыка. 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 Самое главное, что вы делаете? Дышите. Я делаю акцент на выдохе, потому что вдохом получается автоматически, то есть и само вдыхается. Теперь сюда подошли, а ближе и ноги в разные стороны. Дышите. Дышите. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Я встаю на носочек, чтобы было удобно, без спада. Субтитры создавал DimaTorzok Так, теперь поворачиваемся и нога у нас будет идти вперед. Для высоких надо, чтобы все-таки было удобно, да? Эту ногу ставите полностью на стопу. Зафиксировали и поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Все, упражнения на 20 у нас закончились. Теперь будем делать упражнение по 10. Вот такое упражнение для тазобедренного сустава. То есть вы руки вытянули, ноги зафиксировали чуть пошире, спина сильно не прогибается. Ровно держите. И начинаем сначала поворачивать вот так. Как бы мы загребаем, да? Девять, десять. А теперь делаем назад. Раз. Пинаем. Теперь старую ногу на место и вторая нога пошла. Поехали. Поехали назад. Самое главное, когда мы делаем, мы делаем осознанно и должны прям прочувствовать, как у нас прокручивается там внутри сустав. Теперь подходим близко, прижимаемся, разворачиваемся немножечко вот так, да, и делаем такое упражнение. Я, наверное, должна была везде порачиваться, здесь на 20 уже. Так, и теперь будем делать вот сюда. То есть рука здесь, одна нога свободна, прям на стопе полностью нога бежит и начинаем вот поступать вверх. Раз, два, три, пять, шесть, семь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, девять. Когда я вот делаю левое бедро, я прям чувствую, что у меня там как будто что-то постукивает. Так же я это чувствую, когда делаю упражнение, вот на ягодицах хожу. Так, теперь будем делать вот это упражнение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И сейчас будет самое сложное для меня упражнение, которое я не люблю делать. Но я знаю, что это у нас силовое, кардио, поэтому я его делаю всегда с благодарностью. Это вот сейчас мне 55 лет, да, и я могу его делать. Я помню, когда мне было 32, я не могла его делать, я падала. Получается, что сейчас 55 лет, я здоровее, как тогда. Так, надо пить водичку. Смотрите, что здесь самое главное. Ногу ставим, фиксируем и приседаем. Угол прямой. Прямо нужно колено положить. Из этого положения нужно подняться и вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поворачиваемся в другую сторону. Опять правильно фиксируем ногу. И поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, девять, десять. И вот здесь нужно восстановить дыхание. Не приседать, вот так не складываться. Просто восстановить дыхание. И пока не восстановите дыхание, второй подход не делать. Не надо устраивать себе гонки. Делайте в своем режиме. Мы когда делали с сыном, у меня младшему сыну 20 лет, и я восстанавливалась быстрее его. Хотя у меня проблемы, я всегда не умела дышать правильно. Он у меня хорошо не дышать, он бегает, занимает спортом. Но у него слабые ножки. А у меня ноги выдерживают любые нагрузки, мне тяжело дышать. И вот я потихонечку восстанавливаюсь, мне уже дышать легче. То есть это может занять у вас до пяти минут. Ничего страшного нет. Вы все равно хорошо пропотеете, вы все равно получите хорошую кардионагрузку силовую. Начинаем второй подход. Ногу зафиксировали. Десять. Здесь вторая. Вторая нога. Десять. Давайте. Десять. Десять. Тихо на дышать. 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 Тихо на дышать.